Валялись, процентов 50 в чат рулетки раздетые, процентов 85 мусульмане. Весь блуд собрал сатана в одно место. И девки стоят там сиськами трясут, показывают, как совокупляется безумие полное. Садом настоящий, гаморра. Начнешь говорить, пьют и пьют непрерывно, а ты того не потушишь, молиться надо. Вот такую Бог дал нам книгу. Мы возмещаем великую радость людям, что за грехи людей Христос умер и воскрес. Чтобы люди одумались, покаялись и жили для Бога. Что еще расскажете? Так вот вы хоть не пьяны, не ругайтесь, и то уже хорошо. Я еще могу сказать. Нет, батюшка, я не пью. Я вижу, у тебя трезвые глаза-то. Дело в том, что люди Евангелие не знают, не считают. И думают, я сам по себе, я, ты ист. А другой говорит, я сатанист. Я говорю, ты играешь этим. Сегодня Бог отнимет жизнь, и ты с сатаной в аду будешь гореть бесконечные веки. Озеро огненное. А Бог дает человекам Царство Небесное. Кто верит и крестится, живет по заповедям Божьим. Тем двери рая открыты. В Бога как не верить-то? Бог дал жизнь. Дал книгу. Сказал его воля какая. Солнце, звезды, земля, дыхание. Все от Бога. А я Бога не признаю. Ну и что, умный что ли? Отец родил сына, за столом сидит, ест и говорит, а я отца не признаю. Ну, вот молодец. Еще один хам родился. Нет, я верующий. Ну, верующий вы, это хорошо. А я говорю о людях, которые хвалятся. А я атеист. Я ему рассказываю, атеист какой. Веришь-то ты. То у тебя тоже вера, что Бога нет? Это же вера. А почему? Три тысячи лет назад Давид в Библии, Псалтирь написано. Он говорит, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот и все. А я буду добрый, я буду учиться. Человек добрый. Когда он грешный, он уже в грехопадении находится. Смертный. В Комсомольской правде писали, если родители не верят в Бога, что они с детьми будут делать? Кем они вырастут? Один совсем в Бога не верит, мужик, а детей в воскресную школу посылает. А его говорят, а зачем ты? Да как же, они подрастают, они же убьют меня. Чтобы они страх имели. Сам не верующий, а чтобы дети были верующие. Мы сегодня рассуждали. Владимир Ильич Мульянов, когда женился на Крупской, ее не пускали, пока не повенчается. Стоял в церкви, крестился, убил царя и всех дочерей его. Какое государство было. Россия шла гигантскими шагами. Да. Вот мы с ним отходим лечить, помолимся, да, колтаж. А они не хотят их. Идите сходить, я их отправляюсь. Идите. Ну, он, видишь, он на белый свет смотрит через горлышко бутылки. Да, через горлышко бутылки. Одним глазом, вот так вот. Да, да. Где же скающая налетела. А вот мы строим деревню, у нас никто не пьет. У нас этого нету. Никто не курит. Никто матерного слова не говорит. Все только идут, поклонятся и все. Никто. Это как-то староверная, наверное, да? Нет, мы просто церковь вот эта нормальная, православная, открытая. А корни-то у нас из старобрядцев. Мы с детства слышали о Боге. Ну, вот то есть и молодежь воспитываете, да? Да так, все, все. Школа государственная. А женщина как бы, девчонок, да? Одетая женщина. Вот у нас, если посмотрите свадьбу, вот сейчас в воскресенье будет еще одно бракосочетание. Невеста сидит, вот два платка. Вот так вот это. Ну, видно как вот. Ну, мусульманка, мусульманка. А люди-то смотрят и, ну, что ж такое-то? Русские люди в хиджабе, мужики все с бородами. А у нас так принято. У нас безбородок нету. Знаешь, что староверы, староверы, это как бы вот эти традиционные, да, соблюдали вот эти. Да, у нас все соблюдали. Кому соблюдали вот эти. А они, вот ваши говорят, а мы, говорит, намаз совершаем. Я говорю, пять раз, а у нас девять раз. И каждый раз по сто поклонов. Это мы молимся-то. Мы намаз читаем, вы молитесь, да. Ну, это намаз, это молитва, это намаз и есть. Нет, намаз, мы намаз читаем. Да, Христос помазал Духом Святым. У нас по-другому маленько говорится. Дух Святой помазал. Слово Христос означает помазанник. А Иисус означает спаситель. С еврейского. Каждое имя имеет перевод. Вот Николай, это победитель. Если Сергей, почтенный. А Владимир? Владимир, владей миром. Владей миром. Владей миром. Да. А он собой не владеет. Понимаешь, он Владимир, это владеет миром. Ну да, а этот Владимир с собой не владеет. А ты с какими бутылками владеешь? Да, вот я владею. Ладно, только не ругаться. Не ругаться. Если вы пожелаете больше узнать, я в Барнауле, вы зарядите в скайп и гнете лапки, два слова, и тогда... А мы в Тальменке живем. Мы в Тальменке. Мы в Тальменке живем. А вы в Тальменке? Да, да. Так это рядом. Вы рядом можете встретиться даже. А Барнауле, где у вас находится вот эта ваша церковь? Ну, здесь в городе, в церковь. Зайдешь, спроси Игнатия Лапкина. А где-то я не пойду, блядь. Вы думаете мне, сколько лет? Сколько лет мне? Вам? Лет 60 даже. 60 есть или 50? Мы все с поясами. Пояс носим, а так. 81-й. 81-й. Да. Нельзя ругаться только, чтобы никто слово плохое не говорил. Спроси меня, батюшка. У меня две голубятни. Голубятни, две голубятни. Я голубям туда и велосипед. Транспорт. Вот что значит, вот что носила Бога. Вот Бога подчиняешь, вот так будешь выглядеть. 81-й так и выглядит. Так он не знает, что за слово Божие. Меня садили, я пять тюрем прошел. В лагере был каком. Еще в тюрьме он сидел. Ой, ты как нас помогли. Господь меня живым вывел оттуда. А при мне там прям убивали, что было. Меня по линии КГБ брали за то, что... Я понял, вы вовремя истинный путь пошли. Я молился, следователь обратился, следователь, который был. И который заключенный, они со мной на молитву становились ночью молиться в камере. Я не оборачиваюсь, на коленях молюсь, а говорю, вчера семь человек с вами молились. Можно мы будем молиться? Это Бог так делает. Правильно. Вот есть истина. Вот это есть истина. Истина. Евангелие от Яна, 14 глава, 6 стих написано. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Вот это есть истина, видишь? Вот это истина. Видишь, человек... Все прошло. Да. Ну, я ему показывал. Вот, смотри. Вот Библия. В ней 77 книг. А она больше Корана в 5,6 раза. А она вызовет больше Корана в 1,16. Я на Коране написал целую книгу. Книгу. Сравниваю сурой аятой с Библией. Сравнение. Ну, это святые книги. Это святые книги. Это откровение. Аллах получит откровение. Бога получит откровение. Это все откровение получает. У вас какие-нибудь вопросы, может, есть? Вопросы о душе, о вечности, что дальше будет в мировой обстановке. Мы знаем из Библии. У нас книга пророческая. Больше нигде в мире не написано. Мы знаем, как дальше будет, где война будет. Знаем, какой царь будет следующий. У нас это все в Библии написано. А вот мне подскажите, пожалуйста, да, я вот, я понимаю, вот воспитание молодежи, вы ведете вот какую-то... Ну, молодежь. Им надо говорить о Боге, о Христе, о спасении, о радости. Ну, я знаю, что плохого не приведешь. Наркомания, алкоголизм, любовь плохо хочет. Да. Ну, это люди безбожники. Он страха-то не имеет. Он отравляет свое тело. А тело Бог назвал храм. Это храм. Внутри нас Дух Божий живет. Побуждает к добру. Наставляет. Это храм. Вот мужчина не должен бороду бречь. Потому что Бог так сотворил. Это подкаблучники бреют бороду. Это власть над женщиной. Ну, да. У нас все с бородами. Вот вы, если зайдете, зарядите. Во свете Библии, Игнатий Лапкин, вы меня сразу найдете. У нас в Ютубе канал, на нем 17 тысяч роликов. Как называется? Во свете Библии. Вот Библия так во свете. Свет отъедет. Во свете Библии. Запишите их. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Игнатий, это меня звать. Игнатий Лапкин. Лапкин, это фамилия. Да, П, фамилия. Вот если вы зарядите в скайпе, в скайпе Игнатий Лапкин, вы на меня выйдете. Я там все ресурсы могу скинуть. Ну все, пока, до свидания. Спасибо. Доброе дело делайте. Храни вас Господь. Трактор, не трактор, а прицеп, короче, чуть в речку не упал там. Они чистили речку, вот он. Если это настоящий, то это они. Только не ругайтесь, пожалуйста. Мы не ругаемся? А вы настоящий? Ну вы что, на нашем ютуб канале? Да, я сейчас покажу, подождите. Ну давай. Канал «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Сейчас покажу. Ну у них там, у них деревня, короче. Я столько видео пересмотрю. Православная деревня. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Видишь, нашелся. Смотри. А вы что, подписаны на канале? Да. Ну вот как. 42 тысячи у нас подписчиков и 42 миллиона просмотров. Да, да, да. Я думал, это не настоящее. Нет, настоящее. О-о-о. Канал «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Ну вот оно и есть. Это вы попали не на первую страницу. Надо записать канал. Сначала канал, сначала канал, а потом «Восвете Библии» Игнатий Лапкин. Вот в таком порядке. Вы выйдете на первую страницу. И там есть собрание. Мой брат священник, он вернулся из отпуска и там, как говорит, рассказывает. Канал «Восвете Библии». Там много людей стоят. Ну это приезжал к нам архиерей, митрополит. Это да, вы попали не на первую страницу. Это далеко-далеко там где-то. Может быть тысячи полторы вперед роликов. Ну вот это вот, первый, вот. Вот это наше. Вот это первое. А, у вас видите в каком порядке-то. Ну понятно. У вас вертикально, а у меня горизонтально. У меня стационарный монитор стоит на столе. Большой. И процессор вон там внизу, на полу. А можно сфоткать вас? Давайте. Я тоже сфоткать. Что? Хотели что-то спросить? Зачем мы здесь находимся? Чтобы люди, которые здесь погибают в разврате, узнали, что есть божий суд на перстнике разврата. Мы им считаем. Когда начинаю говорить, а тут примерно процентов 85 в чат рулетки мусульмане. А я мусульманин. Я говорю, и что? А у меня Коран. Я тогда вот так ему раз, считай. Коран наш. Я говорю, а тут считай. А тут баран. Там Коран. Просчитать-то не можешь? Я говорю, вы такие же, как мы. Мы стоим в храме. Сырковно-славянский язык люди-то не знают. Но у нас, ладно, половина. На русском. А вы лечите, нет людей? Что делаете? Лечите людей. Я что-то... Подожди минутку, сейчас, Володя, расскажи. Ездишь. Он говорит, вы лечите людей? Лечим от духовных болезней. А от физических? Ну, физически у нас есть врачи. У нас почти все с красными дипломами. Они есть? Есть в общине. Ну, они в университет заканчивают. Они работают в государственных учреждениях. В больницах краевых. Нет, ну, это может у вас, а у нас-то здесь деньги заплатил, и все равно не то показали анализы. Ну, деньги где-то платят, а у нас же есть страховое свидетельство, и все. Я вот смотри, мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. А у меня за плечами пять тюрем и лагерь. Что со мной делали? За слово Божие я распространял, и первую в стране насчитал и распространил архипелагу Лагства Женицына. Брал интервью репрессированных и о Ленине стихотворения. И меня запечатали. В 86-м году в августе последний раз судим был. А тут что ищете, ну, в чат-рулетке? Как говорите? А тут, ну, кого хотите найти, вот, в чат-рулетке, вот, на сайте вот это? А кого, кто пожелает беседовать, мы им говорим. А тут сидят, занимаются ужасно чем. И анонизмом открытым. И женщины. И мы им свидетельствуем о Христе. А великая радость, что Христос умер за нас. Он ждет людей с покаянием, чтобы жили для Бога. Люди-то ничего не знают. Вот сейчас с одной девушкой встретились, и она, ну, как бы торопилась куда-то, лежала. Лежала, там, колготки на ней. Я говорю, мужская одежда не должна быть. Ну, дальше разговорились. Она, а ногти наращивает. Я говорю, ты же корову подавить не сможешь, оторвешь титьки-то ей. Себя поцарапать не можешь. А дальше разговорились. А она врачом работает. И делает, я говорю, вы же аборты делаете, акушерка. Да. Да ты убийца, с тебя кровь течет. За время перестройки в стране Российская Федерация убита 120 миллионов младенцев. Вы понимаете, что делается? Вот пришла комсомольская правда, я говорю, на развороте вот так вот. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня 650 миллионов. 650! А тут 135! Полмиллиарда сожрал Змей Горыныч. Труп этот Лысина, Мавзолейский. Это они царя убили девушек. За что расстреляли? Чем они повинны? Они не замужние были? Ну, мы же должны понимать. Россия шла гигантскими шагами. В 36-м году, по расчетам экспертов мировых, Россия была бы на первом месте и больше никогда не уступила никому. А мы плетемся на 76-м месте по здравоохранению. Чего спрашивать-то? Ну, да. Японцы на 20 лет дольше нас живут. Ну, нет, так-то, да. Тише. Все правильно. Когда с Богом, у человека на душе спокойно. Я Богу доверяюсь. Мы молимся, встаем рано. У нас всегда подъем в 4.40 по местному времени. Чтобы до работы успели помолиться, посчитать, подготовиться. У нас другой распорядок жизни. Вот мне Господь позволил создать лагерь детский. Я 45 лет был начальник этого детского лагеря. Тысячи детей перебыли. И государство ни рубля не дало, а только гнобили и гнобили. Без помощи государству. Видишь как? Ну, да. Много чего-то всего. Вот так, чтобы двое сразу, и не голые были, и не пьяные, тут почти не встретишь. Ну, вообще, зашли сюда, у меня проблемы просто со здоровьем. Но через 24 года серьезно и с печенью, и с телезенкой. И мы, думаю, тут попадаются всякие разные люди. Думаю, может, кого-нибудь встретим, и с врачей. Ну, мало ли подскажут. А толку, что анализы все, ну, сдаешь, сдаешь, а диагноз поставить не могут. У меня на днях такая история была. Это пять лет назад. Я ногу только постриг. И вот так встал брать-то, и порезал немного вот здесь вот. А то у меня левый глаз, на левый глаз. Вот так вот. И попала инфекция. Вот так вот.